Святой Паисий Египетском скиту И долгое время жил там Под руководством святого Памвы Памва преподал Святому суровую школу Подвижничества Так сказал он однажды ученику своему Тебе, еще молодому Иноку, следует хранить зрение Чтобы уберечься от соблазнов И Паисий Три года ходил, не поднимая Глаз от земли Так же усердно он изучал Священное Писание, постился Молился и преуспевал Во всякой добродетели По смерти учителя своего Паисий, уже духовно зрелый инок Удалился глубоко в пустыню И поселился там в пещере В полном уединении Великие подвижнические труды преподобного Стали привлекать к нему многих последователей Как монахов, так и мирян И вокруг святого Образовался общежительный монастырь Преподобный учил иноков Что главное добродетель монаха Это безусловное подчинение Личной воле Отеческой воле опытных В подвижничестве старцев А когда спрашивали Аву Какая ж добродетель выше всех прочих Святой говорил им Та, которая совершается в тайне И о которой никто не знает Благополучно устроив Иноческую общину Святой Паисий из любви к уединению Вновь ушел глубоко в пустыню Стяжать подвиг отшельничества Правда, и на том месте С Божьей помощью Вокруг подвижника возникла Новая лавра Скончался преподобный Паисий В глубокой старости Еще при жизни за подвиги Своевеликие Он удостоен был от Господа Созерцания небесных тайн И после смерти Мощи его были прославлены Многочисленными чудесами 2 июля День памяти преподобного Паисия Великого